Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ира и у нас сегодня с вами рубрика «До дна». Это та рубрика, в которой я рассказываю свои, ну, наверное, заключительные какие-то впечатления от ароматов, с которыми мне удалось познакомиться благодаря моим драгоценным зрителям и моей постоянной рубрике «Ваши посылки». Некоторые отливанты я сносила, разносила, разнюхала и готова поделиться своим мнением с вами. Собственно, у меня здесь несколько пустых фиолок. Я буду рандомно их доставать и делиться своим впечатлением с вами. Итак, первый аромат, который мне здесь попадается, точнее первая фиолка, пустая абсолютно, это аромат от Тома Форда «Роза Пинк». У меня нет на полочке ни одного аромата Тома Форда. Я пока что не могу себе позволить этот бренд. Надеюсь, когда-то что-то поменяется, но пока что, пока что нет ни одного аромата. Мне, конечно же, «Роза Пинк» очень-очень понравилась. Это очень красивая роза. Очень красивая. Я с огромным удовольствием вообще носила этот парфюм. Здесь идеальное сочетание сладости и такой терпковатости. Вот эта вот розная сладость и, собственно, розная терпковатость. Потрясающий аромат. Очень красивый. Очень такой шлейфовый и такой какой-то нежный, что ли. Ну, как я уже сказала, для меня это идеальное сочетание сладости и терпковатости в контексте розных ароматов. Очень-очень понравился. Следующий аромат, с которым я познакомилась, который я сносила. И вообще, я познакомилась с парочкой ароматов от бренда «Трусальди». Их бутиковой линейки, как я поняла. Меня Марина познакомила. Моя подруга познакомила, значит, с этой линейкой. Несколько ароматов я протестировала. Я вам рассказывала о них. И вот один я уже сносила. Это оператива «Миланезе Портанова». Потрясающий. Это, вы знаете, вообще эта линейка совершенно уникальная, потрясающая, красивущая, невероятная. И сколько угодно еще можно красивых слов сказать. Я всегда как-то пролистывала, когда мне попадали где-нибудь в интернет-магазине или там просто в интернете. Попадали, значит, эти флаконы. Они, ну, немного странные, честно вам скажу. Вот на мой личный вкус. Поэтому я как-то всегда пролистывала, даже никогда не обращала внимания. Но благодаря рубрике «Ваши посылки», благодаря вам, мои драгоценные зрители, вот удалось познакомиться. И я советую всем, если вы, как и я, боялись, может быть, флаконов или они вас как-то смущают, не вызывают никакого интереса, просто подойдите к этим флаконам, если они есть в парфмагазинах в вашем городе, да, подойдите и понюхайте. Ну, это потрясающе. Это просто потрясающий аромат. Этот парфюм «Порто Нуа», да, «Оператива Меланеза», это аромат, парфюм о миндале, о таком пудровом миндале. Немножко о таком цианидном на старте, но потом это всё превращается в какой-то аморетто, ну, просто восхитительнейший аромат. Я не знаю. Я носила его на работе, в том числе, я, кстати, тестировала его на работе, там просто все не могли отлипнуть, собственно, от этого пробника. Всем безумно понравился этот парфюм. Я вам честно скажу, мне не сразу этот аромат понравился, потому что он был достаточно цианидным, как я уже сказала. Он – это миндаль. Но дальше всё это превратилось в потрясающую, красивую, такую сладковатую пудру. Он может быть где-то в одном ключе с «Линстант Мажик», где-то немножко, но «Линстант Мажик» он такой достаточно простой и плоский аромат, если их сравнивать. Здесь всё-таки много интересных моментов в этом парфюме, хотя «Линстант Мажик» я тоже очень люблю и ношу его в холодное время года, но вот этот аромат меня просто тоже покорил. Потрясающее аморетто, очень вкусно, очень приятно, когда я, собственно, добивала этот отливант на работе. Ну, опять же, все там носом водили за мной и спрашивали каждый раз, что это за аромат, потрясающе пахнет и так далее. Поэтому, друзья мои, все те парфюмы, которые я протестировала от Труссарди из их Будьковой линейки, стоят моего и вашего внимания, я уверена, просто попробуйте. Они очень интересные, безумно понравился этот парфюм. Дальше, что мне здесь попадается? Ещё один любимчик мой – это Венеция Эссенса. Тра-та-та, в общем-то, название здесь будет прописано самого бренда. Ой, это очень красивый аромат на тему сладкой, шершавой такой ванили. И вы знаете, если мне не изменяет память, здесь заявлен и присутствует иланг-иланг, который я не очень люблю. Но я заметила такую тенденцию, если иланг-иланг где-нибудь замешан с такими гурманскими какими-то моментами, типа там ванили, какие-то сладкие специи, может быть, какие-то сухофрукты, то, как правило, такой иланг-иланг мне нравится. Он даёт вот эту шероховатость аромату, какую-то такую шершавость очень-очень приятную. Аромат отдалённо чуть-чуть напоминает как бы оттенком каким-то моментом где-то как-то чёрную орхидею от Тома Форда, ну, каким-то, может быть, трюфелем, но не больше, потому что саму чёрную орхидею от Тома Форда я ненавижу. Кто смотрит мне давно, вы это знаете. Поэтому, ну, я бы не была влюблена в этот аромат, если бы он прям так сильно был похож. Но какой-то вот оттенок есть. Правда, он очень весёл и жизнерадостный. Вообще-то, этот аромат достаточно позитивный. Сладкий, ванильно-шершавый, с таким вот шероховатым ланг-калангом. Потрясающий. Очень-очень понравился. Histoire de Parfum. Это синяя бутылочка, да, 1,2. Это красный перец и кардамон. Может быть, роза какая-то, я уже не помню. Так вот прям я не слышу, но... В общем и целом, моё впечатление было, это специи, достаточно острые. Вот, мне кажется, кардамон может быть, мускатный орех, вот что-то такое. Очень приятный аромат. Я люблю спецевые парфюмы, особенно в осенние дни. Этот аромат носила с удовольствием. Но он такой немного фужеристый. Я фужеры не особо люблю, а мне он показался немного фужеристым. Не всегда вот эти вот специи, такие остроколки, мне нравятся. Часто они уходят в какие-то такие мужские моменты. Здесь вот как-то на грани. Ну, основная скрипка здесь отдана красному перцу, на мой нос и кардамоне. Ну, вообще аромат понравился. Но надо учить то, что он фужеристый. А еще один парфюм. Здесь прям несколько капель можно выдавить. Да. Это Альфактивы Студио Клосс Ап. Это аромат на тему вишни. Совершенно необычной вишни. Многие этот аромат ругают. Отзывы супер неоднозначны. Этот парфюм в основном аромат людям не нравится. Мне он понравился. Вы знаете, сейчас, я помню, когда я его носила, я была просто в восторге. Очень понравилась эта вишня. Я не могла разгадать, с чем она замешана. Но однозначно сладковатая такая вишня здесь есть. Сейчас, нанеся на кожу этот аромат, у нас достаточно прохладно, я ощущаю, знаете, что... А я ощущаю дрожжевое тесто, которое свежее, да, еще не в выпечке. То есть вот его только замесили. Вот такой дрожжевой момент здесь однозначно есть. И только потом выходит вишня. Неоднозначный аромат, неоднозначная вишня. Пробники этого парфюма и многих других бренда Альфа-Актива Студио появились у нас в интернет-магазинах в Украине. Поэтому, кому интересно, попробуйте, если вы любитель вишни. Но это необычно, это очень необычно, интересно, как-то так неординарно, знаете, необычная вишня. Но мне она очень понравилась. Вишня угадывается здесь, но она странная. Вот для меня сейчас, я уже не помню, какой момент я выделяла, что я слышала, когда впервые этот аромат на себя нанесла. Но сейчас я слышу чётко тесто, дрожжевое и вишни. Знаете, может быть, это какие-то пирожки на дрожжах с вишнёвой начинкой, но пока ещё они не запеклись. Вот как-то так. Древний уже от Левант, это Пол Смит, портрет, да, по-моему, портрет называется от Пол Смита. Этот от Левант высылала мне Нина. Он мне понравился. Знаете, этот вообще бренд Пол Смит достаточно бюджетный и неплохие парфюмы. Этот аромат на тему, опять же, специи, мне кажется, тоже какой-то, может быть, красный перец. Розу я здесь ощущаю. Приятный такой, ненавязчивый, обычный аромат с изюминкой. Всё-таки я бы не назвала его суперпростым. Здесь есть перчик, а перчик всегда добавляет некой пеканности аромату. Ну, короче говоря, ярче всего я слышу розу и красный перец. Это не яркий парфюм. Вот он такой вот, какой-то умеренный что ли. Ну, неплохой. Дикие груши от Монталь. Специально купила вот этот пробник для того, чтобы понять, нужен мне этот аромат в полноценном флаконе или нет. Я очень хотела пару лет назад купить себе этот парфюм на лето. Я помню свое первое знакомство с ним. У меня было ощущение, что я просто откусила вот спелую-спелую грушу. Такую прям сочную и прям по рукам течет этот сок. Очень мне хотелось этот аромат иметь. И вот этот пробник отбил всякое желание. Почему? Да, здесь груша, но здесь она на древесной подложке. Вот этой такой фирменной какой-то манталевской. Знаете, вот эта вот база, которую мне не хотелось бы слышать конкретно в этом аромате. Я бы хотела больше сочных груш и меньше вот этой древесины или какого-то уда. Вот что-то такое. Чуть-чуть... Какого-то железячки здесь есть. Какого-то, может быть, медицинского момента. Вот что-то здесь есть такое вот узнаваемое манталевское, которое мне не нравится. Именно в этом аромате. Я бы хотела ощущать только груш и больше ничего. Но я ощущаю здесь вот этот вот привкус какого-то металла. Немножко... Ну, как бы чуть-чуть не то. Но аромат неплохой. Ну, я не куплю его себе. Ну, так. Дальше. Дальше у нас Нежма, наверное, так. Нежма, Нежма. Ох! Очень приятный такой сладковатый аромат. С вот этой, опять же, сладкой шероховатостью. А здесь, скорее всего, тоже есть иланг-кланг. Я не помню, честно вам скажу. Но вот уже исходя из какого-то своего опыта немножко, да, вот создается такое впечатление. Вообще аромат... Ой, нет. Это маракуйя. О, это фрукты. Класс. Это маракуйя. Это никакой не иланг-кланг. Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, здесь есть иланг-кланг. Я не помню. Но после того, как я вот эти вот последние буквально капли нанесла себе на руку, на запястье, я услышала здесь маракуйя. Да, это потрясающий летний аромат таких сочных, экзотических фруктов во главе с маракуйей. Мне нравится аромат с маракуйей. Я как будто бы слышу вот эти вот косточки, аж, знаете, ну, такой... Ой, классный. Очень приятный на лето. Прям супер. Два аромата вот Монсера. Недавно буквально о них рассказывала. Первый это Black Line. Да, вот я буквально вчера его добила. Он приятный. Он очень приятный. Но здесь опять же угадывается вот эта вот, знаете, база. Фирменная база там, я не знаю, Монсера, Монталь как-то делится. Не делятся, а стоят в одной какой-то плоскости, наверное. Вот у них базы похожие. Древесность такая розная. Хороший аромат, такой грубоватый, островатый. Мне понравился. Мне понравился сказать, что я бы себе купила. Но, наверное, нет. Я немножко отхожу от этого направления уже. Но, в общем, в целом, аромат хороший. Мне понравилась и база этого парфюма, тем не менее. И как он на мне сидел, и как он на мне звучал. Он очень стойкий, он очень шлейфовый. Красивый аромат. Просто сейчас меня тянет на какую-то сладость. Вот я хочу какую-то гурманику. Я хочу какую-то мягкую. Знаете, немножечко меня этот аромат. Как бы не вписывается парф в гардероб сегодняшнего дня, скажем так. Вообще классный, понравился. Ну и последний это Lemon Line. Аромат, который я неоднократно уже хвалила. Аромат на тему лавандового лимона. Это сладость, мягкость лаванды. И это острота и сочность лимона. Это сочетание очень красиво здесь сплелось в этом аромате. Он пахнет какой-то шарлоткой, прямо даже лимонной. Да, с вот этой цедрой. Потрясающий аромат. Неожиданно. Очень-очень понравился. И он достаточно стойкий. Он достаточно шлейфовый. Очень красивый. Обычно цитрусы, они вот прям так долго не сидят. Но этот сидит долго. Может быть благодаря лаванде. Красиво шлейфит. Ну, потрясающий аромат. Очень понравился. Не ожидала. Друзья, если вы знакомы с каким-то из тех ароматов, о которых я сегодня рассказала, обязательно напишите свое мнение внизу в комментариях. Если вам понравилось это видео, поддержите меня лайком. Подписывайтесь на мой канал. И спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока.